очень сложно сказать первые слова после такого огромного перерыва ну вот так случилось что сложилось наконец-таки и я сегодня имею возможность записать эту игру потому что ко всему прочему очень хочется куда-то сегодня сбежать вчера хотелось сбежать и летом хотелось как-то куда-то уехать или хотя бы как-то погулять развеяться побыть побольше на природе но ничего этого не получилось а то что получилось не заслуживает даже этого экранного времени в общем вот такая игра кто не знает это будни почтальона игра занимает где-то 8 часов у нас 14 дней игрового времени а реальный один день соответствует 30 минутам игрового времени но учитывая как я играю как я передвигаюсь по карте я думаю у нас не только 8 все 48 может получиться у меня пока демо версии этой игры мне просто очень нужно было вот погрузиться куда-нибудь переместиться и я ее увидела думаю вот это то что нужно значит на заставке у меня все тормозит но сама игра вроде бы шла хорошо и под запись вроде бы тоже давайте я начну новую игру и посмотрим как оно все будет кто не знает от игры ждать многого не нужно это просто разговорно путешествовательный жанр и немножко в симпатичной локации маленький городишко в общем если вы молодые сильный духом наверное вам вам в другое это кто уже подутомился может присоединиться и поездить на маленьком грузовичке поразвозить посылки и письма такая долгая у меня загрузка муж какая есть зато лес красивый забавно что из-за программы создана для облегчения планирования я не попадаю на праздник честь дня труда но и рада что мы успели в срок как же здорово что впереди две недели покоя в родном провиденс окс алло мэридит это стив надеюсь не разбудил я только вернулся домой звоню спросить все ли в порядке привет стив да мы успели в срок отлично так жаль что тебя не было хорошо отдохнули ну да музыка была отпадная а майку пал бассейн а потом роя стало плохо нет брайану и он тоже пал бассейн нет рой в общем расскажу завтра после беда я уже на две недели забыл точно тебе она надо две недели это же целая жизнь да стив мне надо но я продолжу тестировать эдит ну ладно отлично извини мне еще надо поспать самолет рано утром понял хорошо долететь мэридит до связи спасибо что встретили мистер коуман мистер коуман просто фрэнк в конце концов мы теперь коллеги ладно фрэнк спасибо что нашли для меня время в день труда не за что мэридит мои почтальоны должны друг друга поддерживать то отец в свое время выручал меня сотню раз надеюсь я его не посрамлю он наверное и дня не пропустил уверен ты отлично справишься знаешь что давай по дороге разведем почту по нашему славному городку конечно поможете мне свой сын славно готовься к старту это озеро она еще красивее чем не запомнилось и наверное никогда не надоест его объезжать а вот и первая остановка каков план сэр разносить почту легче легкого хотя иногда приходится потаскать тяжести возьми сумку подойди к ящику и закинь письмо ну вот мы и приехали кто смотрел тот вспомнит хотя интересно в каком году первый фильм вышел я не помню охотники за привидениями так что тут нас есть это мы на колонки бензоколонки с шехтом кстати можно ходить чуточку быстрее оружие проще простого но я справлюсь а не сомневаюсь ты вроде в технологическом училась да уехала отсюда в массачусетс 22 года назад тебе бы с компьютером работать это сейчас модное направление ну вообще-то так погоди-ка следовище остановка на этот раз у нас не письмо посылка ее нужно достать из кузова тебе бы работать с компьютерами говорит он и совершенно не слушает дальше говорит а ну-ка берись за дело конечно я вижу такие подрагивания ну что же делаешь она ставлю на пороге от села с тобой на сегодня все а вот нам как раз подсказывает что shift не кстати всегда поражала эта традиция вставлять у порога в америке действительно так делают но видимо потому что либо все друг друга знают либо это закрытые как сказать правильно не тсж в общем где въезд только для своих чаще всего личных районах может не торопиться мисс вас никто не начинает играть пока фрэнком он не включит телевизор фрэнк я вас понимаю вы очень трудолюбивый мужчина но вот я хочу просто посмотреть куда мы все-таки приехали этот пригород симпатичный мы сейчас прямо здесь и войдем в машину и быстро учишься так на чем остановились компьютеры мне тоже нужен компьютер ну это зависит от того чего вы хотите его использовать для отчетности я лично мучаюсь с налоговыми декларациями компьютер может их заполнять за меня да и специальные программы но компьютер не сможет сделать за вас всю работу я боялся что ты это скажешь ладно обсудим это в другой раз следующая остановка тут с углом дома лучше всего а то скорее бы домой сегодня мэд сыграет джейтс джейтс да пока вы не уехали во сколько мне завтра начинать ровно 7 только отметься на почте до завтра фрэнк адьос адьос ой какой симпатичный домик ну если все такое грустное единственное что мне не нравится что у меня все очень сильно подрагивает ну ладно я наверно тоже не буду тут сильно разгуливать потому что у нас впереди еще много дней я правда не знаю будем ли мы еще вообще заходить в свой дом но наверное будем привет меридит хотела сказать что мы с папой благополучно приземлились во флориде местная погода в точности как ее описывают я тебе еще позвоню да чуть не забыла в морозилке полно еды и черничный пирог в холодильнике пока меридит это стиль не успел сказать раньше огромное тебе спасибо что выручила нас знаю у тебя были планы на день труда но мы должны были успеть срок для нашей компании это настоящий прорыв наслаждайся заслуженным отдыхом только слишком к нему не привыкай шучу или нет еще созвонимся доброе утро меридит готова к первому рабочему дню ну я даже не знаю да вроде бы вообще отдыхать приехали но ну да я думаю доброе утро это отличный день дорога завет я уже закинул сумку с письмами и загрузил посылки можешь уезжать да чуть не забыл на случай если потеряешься в салоне есть карта спасибо это очень кстати счастливого пути что я хотела сказать я хотел сказать что недавно гора столкнул столкнулась с заполнением формы ндфл 3 мне нужно и я скачала программу я думала что будет какая-то в форма на госуслугах нет там надо скачать программу и я ее открыла и закрыла и поняла что еще предстоит в этом разбираться я ничего не поняла так что компьютера в данном направлении даже через через 30 лет уже через 40 считаю не продвинулись бюрократия непобедима давайте карту смотреть здесь все в принципе просто ну вот и что тут надо сделать отдалить отдалить закрытие это тоже м ну сейчас я как дам урок вождения всем научусь ездить по встречной так вот ну я думаю вы не будете брать с меня пример с того как я уже посылку то я не взяла да 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 спасибо варидит конечно я забыла так я всегда и делаю это как знаете с телефоном когда нужно посмотреть время я по этой причине ношу часы потому что ты берешь и смотришь на телефон запоминаешь время убираешь телефон ты опять не помнишь время но все по случаю со мной так часто поэтому часы лучше ну вот и сельский магазинчик и хозяйка магазина чем могу помочь здравствуйте я принесла почту недавно в городе лицо как будто знакомое ну я здесь выросла 22 года назад уехала в колледж 22 года назад меня тогда звали Нэнси Синатра а не Нэнси Рейган а теперь значит вернулись я знаю как это бывает ммм ну мы на время я тоже так говорила много лет назад дождь что ли собирается в последнее время льет и льет вот меня впечатлили вот эти вот фрукты плоские в как это назвать то господи в ящиках ну и разноцветное питание которое несъедобное чаще всего у них тут лодка пила и даже вот я обратила внимание мини лаборатория в которую не вломиться но ее еще здесь вроде как нету нэнси вы нам что-нибудь еще скажете народ любит побродить на магазин и ничего не купить я думаю что молодости надо обязательно из таких городков провинциальных все-таки уезжать и может быть даже с тем чтобы вернуться просто ну сменить обстановку вообще переезд это хлопотно но довольно таки интересно ну что ж посмотрим что у нас получится всего это я наверное сейчас вот письмо доставлю и там подумаю куда я хочу что я хочу раньше тут жили шугарманы а на конверте написано могил видимо съехали мы можем конечно и по прямой дальше гнать направо налево я думаю вообще стоит поехать взять да и на 500 махнуть я знаю что это нелогично ну и пусть мейн-стрит так есть значит налево с вами да сейчас я в столбик врежусь какой-нибудь уже пока счет как не врезайся посмотрите какая красота это начинает мне нравится да конечно мэридит ну как это может вообще в принципе не нравится я даже выйду настолько воодушевляющие настолько красиво да это упрощенная графика но все равно красивый красивый вид карту нам ничего не показывают там интересно что то наверное мост наверное какой нибудь вот она вот вот ради чего стоит побывать в этой игре очень нравится свет но он такой вот осенний именно не летний а уже такой осенний извините что подрагивает картинка но уж как есть ой мы можем сесть на скамейку обязательно сядем прекрасно ну в общем наверное да взаимодействие здесь не так уж и много но все равно очень постаральные хорошие смысле если он бывает вообще иной милая картина ну ограничение на 40 миль но хорошо что это не какой-то там нет фаспит на этом сейчас вообще было очень сложно еще на время куда-нибудь ездить совершенно не хочется никакой спешки вот и еду как многие ездят по разделительной полосе но так делать конечно же не стоит совершенно закусочная стена она теперь называется ума легче чем я думала вообще почитали он очень тяжелая работа вот в идее не насколько я знаю очень много пыли профессиональных заболеваний связано с этим тяжелые грузы там сам женщин работают мэридит вайс мэридит вайс глазам своим не верю подойди-ка милая да я взгляну на тебя с ума сойти совсем не изменилось если не считать пары морщины пары седых волос тут называется пассивная агрессия поприветствовали но сразу дали понять что ты уже так составилась так составилась в общем дате типичное начало неприятного разговора так ну добрый дня море не обижайся тебе идет возраст только красить человек говорю я зеркало садись и рассказывая чем живешь господи ты один из тех людей которые с которыми ты не виделся лет пятьсот вообще никак не были связаны и вот они прям лезут себе под кожей говорят а ну выкладывай а ну все подноготную причем в общем как бы вы не встречались специально для этих разговоров просто мимоходом совершенно ненужная муть как я называю так ладно морин я на работе и богу я знаю что ты занята подменяешь томаса сорока на хвосте принесла у нас тут новости разносится быстро итак кофе или чего покрепче сразу говорю отказ не принимается так но форан мне как будто снова семнадцать морин да 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 человек сразу начинает на тебя наседать нет 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 никаких семнадцать я мне надо работать леди извините вот вы конечно там дружелюбие сейчас изображаете но сегодня я как-то не в настроении особенно не в настроении не правда не стоит чепуха итак два кофе и кусок черничного пирога если не ошибаюсь одно время ты приходила после школы и заказывала его почти каждый день вообще говоря я стараюсь питаться правильно 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 и что ж такого неправильного моего пирога я мисс Вайс Эшли один черничный пирог Эшли присмотри за баром мне нужно отойти все у меня перерыв ты просто чудо Эшли Матерь Божья что у тебя там происходит все в порядке Господь Всемогущий может вам лучше проверить что там сначала крыша теперь это этот мальчишка притягивает неприятности прости Меридит сама видишь сейчас не до кофе но в следующий раз я тебя так просто не отпущу заглядываю почаще ну вот так благодаря этому коротком отрывку становится даже вполне понятно почему мадам сделала эту запусочную своей очень напористая леди мне нравится что Меридит идет и смотрит из стороны в сторону это не я делаю это она своей головой крутит ладно почему то мы спустились с другой стороны но так уж мы ходим так аккуратненько аккуратненько на поворотах аккуратненько так почувствую себя гонщиком в красивой местности я вообще хотела здесь побольше поездить погулять выходить из стороны в сторону поглядываться почему потому что я не знаю вообще буду записывать дальше или нет я только демо версию скачала когда-то она продавалась за 10 рублей но я так сказать опоздала сейчас она где-то 500 и даже 700 почему-то зависит от того как ты заходишь из браузера или из приложения цена меняется ну прям как всем уже наверное известная история в зависимости от того с какого телефона вы заходите из сотого я имею ввиду марки телефона я думала да плотина гувера наша плотина и наша видимо плотина проигрывает но лично для меня это красиво так вот в зависимости от того с какой модели вы заходите с дешевый или дорогой у вас цена например на разные товары может колебаться в разную сторону ну в сторону увеличения если с дешевенького заходите телефона сотого то у вас и цена на товар может быть другая слушайте ну мне нравится я знаю что все по моему в другую сторону там едут обычно а я вот что-то решила похулиганить подумала ну что я буду все эти диалоги которые вы и так уже все знаете если кто-то смотрел эту игру вот просто возьму и путешествую гостиница слушайте интересно интересно мотель что-то я вообще конечно езжу где-то непонятно я бы проехала да уже или что или что или где я запуталась господи ладно все ладно едем спокойно и если что я просто перемонтирую те места которые я уже проехал мне хочется покататься сегодня такое настроение настроение выйти из себя ну в каком-то положительном смысле если это возможно чаще всего путешествовать приходится внутри своей головы ну или в каких-нибудь художественных произведениях ну вот игры в этом плане тоже у нас что-то такое минуточку минуточку что это ой извините извините ну вот начали бить первую машину я не знаю кто-нибудь таки усталкивался что случилось почему эта машина на что в болоте или что очень странно взаимодействовать не могу я сломала игру я поехал просто не в ту сторону как обычно надо я поехал какой-то в объезд и вот результат тоннель мы уже почти объехали весь город но ради этого даже стоило сюда вот так вот пошалить и приехать и увидеть в рожью дорогу машину странно тихо 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 ты я бибикаю если что у меня симулятор не просто почтальона и симулятор вождения так где что-то был медвежий ручей медвежий ручей сдать назад она нам даже подсказывает эти эти давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-назад назад не знаете интересная камера вот вот мне кажется необычным то есть вы можете кнопка вперед двигаться вперед а можете назад наоборот тихонечко мой какая-то красота посмотрите вы посмотрите на это все я как уже сказала я пропустила лето абсолютно и осень сейчас тоже пропускаю вы издеваетесь такой мостик заезжать на такой огромной машине урой берк ручной медвежий ручей у старого склада лесоматериалов так чей-то домишка впереди письмо о а новые лица редкое зрелище для лесоруба затворника ага последний раз я видел людей лет шесть назад я пришла с миром и привезла вам почту я меридит спасибо я роберт надеюсь мир пройдется вечно посмотрим что внутри какого ну не знаю вот я его наверное сказала ну не буду отвлекать хорошего дня с другой стороны как тысячи семи ресурсы ладно что-то не так дерьмо свеженькая вонючая собачьи и правда отвратительно я пошла ну ладно не же все настолько плохо простите мне нужно почитать повнимательного хорошего дня мужчина очень корректно кстати говоря с нами час себя повел а мы не очень ну ладно привезли плохие вести да еще начали спрашивать что-то не так да 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 я очень плохо справляюсь с управлением сдаем назад налево может быть я неправильно разворачиваюсь я не знаю ведь мне кажется прямо у меня сейчас как в типичных этих вот юмористических роликах когда водитель но очень плохо справляется с машиной с вождением так у меня сейчас у него прям производство налажено смотрю ай тихо 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 смотрите значок коленей что то куда то я по-моему выехал вообще где в какой-то глуши еду как не нужна карта я вот уже заблудилась где я вообще нахожусь и где-то в обход поехал вот молодец-то ван уже шо уж теперь ладно может быть в этом есть тоже какой-то тайный смысл в том смысле что нас не ограничивают и можно ездить на какой-нибудь по какой-нибудь другой дороге я в общем так жизни стараюсь и делать первый раз поцеловалась вот видите мы бы это нельзя кстати мы можем выйти они везде можем выйти я хочу доставить посылку что тут к нам поближе а ничего тут к нам не поближе ведь все-таки направо на что они такое заказывают что-то тяжелое наверное маленькая но тяжелая но это же авто мастерская как-то привет у меня доставка по этому адресу мы не фрэнк к счастью сомневаюсь что усы будут не к лицу ага смешно но это не объясняет почему фрэнк отдал вам ключи от гусака гусака ну вот это белая колымага я лори механик провинец окс и забочусь о гусаке они маловато ли ты для механика но это прям оскорблением я дочь томаса это считается да пожалуй считается отец меня с пеленок учил в провиденции круче меня никого нет ладно работа зовет дома вы можете ездить на гусаке при одном условии что не так привезите его ко мне ладно хорошо договорились супер фрэнк вам уже говорил про радио она ловит только местную радиостанцию и иногда вырубается если это случится просто тресните по приборной панели должно помочь я над этим работаю честно ладно спасибо тебе лори пожалуйста мисс вы не сможем еще может поговорить помните да если с высоко что-то неладное я могу его починить хорошо она кстати тоже в футболке с охотниками за привидениями может и нету скорее всего да скорее всего это и есть о радио кантри конечно же да ну конечно же кантри хотя некоторые некоторые виды кантри вполне себе миленькие еще пара дней это карта мне не понадобится машинку то забыли опять господи какой плохой змея почтальон и постоянно забываю подожди тут посылка до посылка да что ж такое то ладно я пойду пешком этот дом мой сколько котиков вы посмотрите сколько котиков раз два три четыре пять шесть котиков ооо смотри же не явно почтальон как тебя зовут дорогая ммм скорее уж почтальонша я мэридит вайс только не обижайся просто почтальон звучит чуточку привычнее даже не въела вайс ну конечно ты дочка эмили это мэрил вайс же не въела она жила в нашем городе много лет назад 22 года назад но кого это волнует неужели прошло столько лет это было почти две же не въела назад тише же не въела ты будешь жить вечно не будет только ты ведь меня помнишь да не помню я 22 года как-никак извините жаль я очень хорошо тебя помню мэрил так что ты привезла мне посылку а давайте я сделаю вот так да мэм кажется это плюшевый медведь форма как у медведя мягкий на ощупь кто-то решил разбавить кошачье царство любит совать нос чужие дела фрэнк бы никогда не стал щупать посылки не ну не будем не будем наверное обострять ситуацию простите я не злая мисс дженкинс наверное очередной подарок от сына он делает все чтобы заслужить прощения нет бы заехать самому думаю он хочет как лучше просто занят так он говорит ты тоже наверное говоришь это бедняжки эмили что же не буду тебя задерживать передавай эмили привет на свидании менеджер и женю его мяу мой смотрите какой этот самый почтовый ящик тоже с котиком с хвостиком и с лапкой прежде какая ладно не то чтобы я прям заявила и кошатница у кстати мы посмотрите что сделали мы движение затормозили конечно мы навстречки почему удивляться зачем вообще чему-то удивляться в нашей жизни мы сейчас все еще и побибикаем мы сегодня плохие водители мерзкие поэтому вот на сегодня все странно странно а мне казалось мне казалось или тоже жуткий спойлер будет подождите хочу все это мы же еще не виделись в общем там же была еще подруга детства которая вышла замуж у не ребенок это изменилось потому что мы поехали не в ту сторону я что-то не понимаю подождите да мы все сделали как странно не была уверена что еще должна быть подруга либо просто демо версии нам это подругу не дали ладно наверное сейчас наши дома версии закончится знаете тем более еще больше рада что мы поехали не туда куда поехали все но вот там там кому-то церковь или дом на воде какой-то это не ты дом на воде а и чисто на река амброуз а Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так что всем спасибо за просмотр, спасибо за то, что со мной покатались, может быть бессмысленно, но надеюсь хоть немножко приятно. Всем хорошего настроения и всех самых хороших, не знаю, всего самого хорошего, что есть в нашей жизни. Всем спасибо и пока. Продолжение следует... Продолжение следует... Чего, телек посмотрим или почитаем? Ну, почитаем-то, почитаем, это хорошо. А давайте посмотрим все-таки, что нам там предлагают там... Политика наверняка какая-нибудь идет. Посмотрим, что сегодня показывают... В предыдущих сериях Бон Аппетит. Кто-нибудь видел Анри? Она кухня разбирает новую посуду. Анри! Меня кто-то звалит? АПЛОДИСМЕНТЫ Слушайте, так это еще не конец, оказывается. Ну, в общем, я выбрала... Выбрала нарочно телевизор. Почему? Потому что книгу уже все просто смотрели, все читали. Она тоже любопытная такая. Ну, получим шоу, которое мы видели. Так, а нам что-то загрузили уже, я так понимаю, да? Да, нам уже загрузили. И причем прям много загрузили. Я вот думаю, давайте я, наверное, на этом остановлюсь. И продолжу чуть позже. Все, все мои приветы-приветы и так далее. Встретимся с вами совсем... Совсем скоро. Субтитры сделал DimaTorzok